Привет! Когда откусываешь яблоко, нужно быть готовым к любому подвуху. Например, оно может быть полностью сгнившим внутри. Хотя снаружи этого никак не заметно. Клиент принёс этот ноутбук в сервис и сказал, что почувствовал лёгкий запах гари во время работы. Видимо, дым от ноута ему работать не мешал. Парень просто забыл добавить воды, когда собирался варить яйца. И вот теперь интересно, эти яйца считаются жареными или всё-таки варёными? Такие философские вопросы вы найдёте только на канале Фактория. Друзья, напомню, что прислать свои фото можно в наш телеграм-канал. Там мы иногда проводим конкурсы и розыгрыши. Ссылка в описании, переходите прямо сейчас. Оставить пакет со свежими круассанами на веранде казалось хорошей идеей. Особенно эта идея понравилась местным мышам, которым понадобилось ровно 5 минут, чтобы продегустировать чужой завтрак. Просто представьте себе удивление людей, которые пытались спилить это дерево. С виду оно совершенно обычное, вот только внутри скрывалась толстая металлическая труба. Очень наглядная демонстрация того, почему есть всё-таки лучше за столом. Ну или будьте готовы отмывать пульт телевизора от соуса. Если в номере отеля растут грибы, это не значит, что это плохой отель. Наоборот, сразу видно, что здесь всё очень экологично. И продукты на кухне явно своего производства. Куда вообще прятаться, когда с неба падают такие глыбы льда? Если такая градина попадёт по макушке, обычной шишкой точно не отделаешься. Не верите в опасность эскалаторов? Просто посмотрите, как они могут отгрызть вам половину ботинка, если вы не будете достаточно внимательны. Оставлять желейные витаминки в тёплой комнате было плохой идеей. Видимо, теперь придётся отгрызать по кусочку от этого монолита. Хотя кто-то может решить, что так даже интереснее. Да, плохое утро выглядит именно так, когда даже ручка у чашки отваливается при попытке до неё дотронуться. Ну что ж, арбуз явно выигрывает со счётом 1-0 в сражении с кухонными ножами. Жаль, что мы не узнаем финала этой битвы. Может быть, арбуз так и не сдался? Это, конечно, приятно, когда вам дарят коробку конфет. Неприятно только, если там оказывается живая мышь, которая уже успела понадкусывать ваш подарок. Соседи решили, что забор пора бы покрасить. И покрасили, но только со своей стороны. И вот с изнанки он теперь выглядит так, словно его специально чем-то заляпали. Может быть, и нет ничего страшного в том, чтобы выйти в разных ботинках из дома. Но это только в том случае, если ты замечаешь это сразу, а не спустя несколько часов после двух важных деловых встреч. Прежде чем заказать чай со льдом, уточните, как именно они собираются его готовить. Потому что девушки подали стакан ледяной воды, в котором плавал грустный чайный пакетик. Прежде чем приглашать друзей на вечеринку, убедитесь в их адекватности. А то вот один оказался настолько неадекватным, что ободрал всю кору с дерева во дворе. Вообще загадочное поведение. Возможно, у него в предках были бобры. Это была попытка заказать половину пиццы с сыром, а вторую половину с пепперони. Видимо, что-то при заказе пошло не так, поэтому половина пиццы осталась вообще без начинки. Если человек не очень умный, то он может компенсировать отсутствие интеллекта своей настойчивостью. Если шнур зарядки не подходит к разъему, нужно просто приложить побольше усилий. Эти шлёпки два года просто хранились в коробке, забытые всеми. А когда их достали на свет божий и попытались надеть, подошва в буквальном смысле рассыпалась в труху. В офисе кто-то посчитал очень весёлым заплести провода от зарядных устройств, поэтому теперь никто не знает, какой провод куда ведёт. Это, конечно, здорово, когда живёшь в согласии с дикой природой. Но этот лебедь уже два дня долбится в дверь и никуда уходить не собирается. Никто не знает, чего ему надо и как прекратить это хулиганство. 2160 бусин теперь предстоит рассортировать заново. А всё потому, что кто-то случайно положил коробочку вверх дном и всё перемешалось. Прежде чем начинать есть шоколад, стоит его внимательно осмотреть. Кто знает, возможно, он давно покрылся плесенью. Забыть свой телефон в поезде – это, конечно, обидно. Но ещё обиднее наблюдать, как он колесит по Японии. И в итоге у него, получается, путешествие в сто раз круче твоего собственного. Наверное, такое хоть раз случалось с каждым, но легче от этого не становится. А самое обидное, что даже непонятно, чего винить – карманы, ручки на мебели или собственную неуклюжесть. Мужчина заказал в интернет-магазине часы, но ему прислали только пустую коробку. Когда он обратился в магазин с претензией, перед ним извинились и пообещали прислать замену. И прислали ещё одну пустую коробку. Как вообще продолжать общение с людьми, которые вот так нарезают торт? Это же просто шедевр кривизны. Это, конечно, прекрасно, что в гостинице вообще есть душ. Но было бы неплохо, если бы он был не на уровне лба. А то это получается не душ, а какое-то приспособление для набивания шишек. Вы когда-нибудь задумывались о том, насколько несправедливая штука бекон? Кладёшь на сковородку большой аппетитный кусочек, а в итоге остаётся горошечная грустная шкварочка. Бывают, конечно, грустные бутерброды, но это просто шедевр. Как насчёт кусочка ржаного хлеба, зажатого между двумя кусочками белого? Вы давно смотрели на подошву своей обуви? Тогда посмотрите на всякий случай ещё раз, а то вот девушка поехала в отпуск и обнаружила, что от подошвы осталась одна дырка. Не всякий сыр готов быть съеденным без сопротивления. Некоторые особо упертые сыры будут бороться и даже побеждать в неравной схватке с ножами. Иногда кажется, что шоколадную конфету лучше есть не разглядывая, а то вот раскусишь её пополам, а внутри плесень. Такое впечатление, что машину рядом на парковке решил поставить то ли ювелир, то ли нейрохирург. Ну а как ещё объяснить такую восхитительную точность? А ведь это были вкусные мармеладные мишки. К сожалению, во время доставки случился очень жаркий день, поэтому мишки превратились в один сладкий комок, который непонятно как доставать из банки. Что происходит в голове у человека, который вот таким образом отрезает себе кусок праздничного торта? Ну, его совсем ничего не смущает. Вывод, как считаете, нормально вырезать кусочек из середины? Толщина туалетной бумаги просто поражает воображение. В плохом смысле. Это вообще ненормально, когда через бумагу всё видно насквозь, словно её здесь вообще нет. Вот уж от кого не ожидаешь подвоха, так это от калькулятора. Но оказывается, и тут нужно быть начеку, потому что там могут быть не просто неправильные цифры, они ещё и местами будут переставлены. Как понять, что живёшь с очень странными людьми? Ну, если у вас кто-то загадочно всё время гнёт вилки и не признаётся, зачем он это делает, то стоит присмотреться к своим соседям повнимательнее. Да и вообще, к миру стоит внимательнее присматриваться. Вдруг заметить что-нибудь интересное. А интересное нужно фотографировать и присылать по ссылкам в описании. Кто-нибудь объясните людям, что пустые флаконы от геля для душа можно выкидывать, ничего страшного не случится. Не нужно их хранить до конца своих дней, как трофеи. Это, конечно, замечательно, что кто-то в семье съедает по половинке яблока в день. Но было бы неплохо придумать, куда девать вторую половинку, потому что холодильник немного превращается в склад полуяблок. Это неожиданно, когда заходишь в магазин одежды и обнаруживаешь среди рубашек набор роллов. Интересно, его там кто-то потерял или специально спрятал? Целый сезон человек растил урожай арбузов. Ну что ж, вот урожай. Самое обидное, что арбуз не просто маленький, он ещё и состоит из одних семечек. Бедный авокадо. Ну серьезно, его ведь жалко. Никто и не подозревал, что его, оказывается, можно нарезать таким способом. Когда предлагаете кому-то съесть кекс, нужно давать подробную инструкцию, как это нужно делать. Иначе можете нарваться на такого же человека, который обгрызёт все верхушки. В этом доме мужчина, когда прихлопнет мушку, не выбрасывает её, а аккуратно складывает на подоконник. Когда его спросили, зачем он это делает, он невозмутимо заявил, что это должно устрашать и отпугивать других насекомых. В этой семье так боятся остаться в туалете без бумаги, что всегда начинают новый рулон, прежде чем закончится предыдущий. Это приводит к необычному эффекту размножения бумаги в туалете. Парень решил, что протереть свою компьютерную мышку лимонадом, чтобы она стала почище, это хорошая идея. Точно так же решили муравьи, которые радостно притопали всей толпой, чтобы облизать мышку от лимонада. Человек всего лишь ужинал, ел рамен хрустящий с капустой. И в какой-то момент он подумал, что ему попался просто особо хрустящий кусочек. Но нет, он погрыз палочки. Ну ладно, хотя бы что не зубы. Прямо сейчас эта женщина не может понять, куда она делала ключи и почему ей так тяжело двигаться. Так что даже смеяться над бедолагой не хочется. Есть традиция замораживать в кубиках льда цветы или ягоды. Но вот обнаружить в кубике льда таракана... Непонятно, это задумка такая или все-таки случайность. Мне интересно, как этот бедный водитель будет объяснять страховой компании, что его машину покусали собаки. И не отправит ли его в дурдом после такого заявления. Выбери следующее видео для просмотра. Спасибо!